Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. И давайте узнаем, какая погода нас ожидает сегодня. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь с грозой. Днем в отдельных районах сильный дождь. Ветер юго-восточный с переходом днем на западные 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8-13 градусов. В горах местами 2-7 тепла. Днем 17-22. В горах местами плюс 10-15. В Черкесии кратковременный дождь. Ветер юго-восточный с переходом днем на западные 5-10 метров в секунду. Ночью ожидается 10-12 градусов со знаком «плюс». Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 21. Пионерские галстуки, значки и знамена. Сегодня эти исторические атрибуты вновь в центре внимания. В России отмечают день пионерии. И пусть день календаря не красный, зато дата очень весомая. Молодежной организации сегодня исполнилось бы 99 лет. Поностальгировала о прошлом с бывшими пионерами и пообщалась с орлятами, только вставшими на крыло пионерий, Фатима Даурова. Утро доброе! А утро сегодня мы встречаем в маленьком поселке Даусу с Деленчукского района. Повод для визита был знаменательным и особенным. Ведь сегодня исполняется 99 лет со дня образования пионерского движения. И вот в этой маленькой школе буквально через несколько минут бывшие октябрята, присягнув, уже вступят в ряды пионерской организации. Вот мы и посмотрим, как это будет. Ну а пока ребята готовятся к линейке, немного истории об этом празднике. Когда-то этот весенний день был торжественным, особенным для тысяч мальчишек и девчонок. Отличников из самых-самых принимали в пионеры 22 апреля, в день рождения вождя пролетариата Владимира Ильича Ленина. Остальных 19 мая. К этому событию тщательно готовились, тренировали память, заучивали клятву пионеров и слова песни, гимна пионерии. Светись на стране, синие ночи, вы пионеры, дети, рабочие. Внизится эра, светлый годов, клич пионера, всегда будь готов. Всесоюзная история пионерской организации осталась в прошлом. Однако, каждый год в этот день члены КПРФ до сих пор принимают в пионеры, желающих повязать красный галстук мальчишек и девчонок. Самый главный атрибут пионера. Без него в школу пройти было невозможно. Его тщательно, ежедневно настировали и наглаживали. Оказывается, их не всегда завязывали узлом. Были специальные зажимы для пионерских галстуков. Таким приспособлением 72 года назад, будучи юным пионером, пользовался и ветеран космодрома Байконур. Старший механик приборного отсека ракеты-носителя, на которой полетел в космос Юрий Гагарин и очевидец первого полета человека в космос Николай Константинович Шолухов. У нас сначала даже были, знаете, такие зажимы. Вот мы, там было пионерское, это когда-то, что нам, я имею в виду, мои старшие сестры передали нам. А потом завязывать приходилось, так сказать, определенно, чтобы был узелок хороший и так далее. Ну, научились, научились. Ощущаю доброе, так сказать, начало. И хотелось бы, чтобы эти дети, которые сейчас мы будем принимать, прочувствовали это и как бы продолжили наши традиции. Хотелось бы, чтобы продолжили. Сегодня в ряды пионерской организации вступают 27 октября. Лидер райкома КПРФ Зеленчукского района Роза Чучаева каждый год принимает десятки детишек в пионеры. Знаменитое приветствие, салют. Открытая ладонь выше своей головы означала открытость помыслов и верховенство общественных интересов над личными. И вот он, торжественный момент. Повязан галстук, дана присяга и знаменитый клич. Буква! Всего доброго! Новоиспеченные пионеры уже знают, какими принципами руководствовались их предшественники. У современных ребятишек почти такие же девизы и настроек, как у их сверстников из СССР. Однако время внесло свои коррективы. Звенья, дружины и отряды сменили название. Ушли в историю пионерские костры, но идея и основа остались теми же. Пионер первый в учебе, первый в спорте. Пионер подает пример младшему поколению, помогает. И ни в коем случае не делает плохо другим. Вежливый со всеми людьми. Я очень хотела стать пионером. Пионеры, они уважают старших, помогают младшим, помогают взрослым. Они следят за чистотой природы. Они всегда должны помогать старшим. Я всегда хотела стать пионером, потому что я очень люблю делать добрые вещи, помогать, поступать правильно. И я хочу, чтобы с меня брали пример. Уже после линейки юные пионеры стали слушать интересный рассказ гостей церемонии участника первого полета человека в космос Николая Константиновича Шолухова. Он подарил школе выпуск газеты «Комсомольская правда», датированной 13 апреля 1961 года. Ветеран космодрома Байконур и с нами поделился своими воспоминаниями. Когда ракета поднялась, мы из бункера выбежали. Это бункер, где был пульт управления. Она полетела, и мы с радостью увидели, что Юрий Алексеевич Гагарин сказал «поехали». И ракета полетела, так сказать, по своей траектории. И мы узнали, что это уже полет нормальный. И должны были знать, когда он возвращается, потому что он должен был сделать один виток. И мы ждем, когда же это нам сообщат, когда он приземлился. В определенное время, через 108 минут, он приземлился в районе Энгельса, Саратовской области. Нам сообщили. А потом по громкой связи голос Левитана сказал, что человек в космосе, Юрий Алексеевич Гагарин. Мы были очень рады этому, обнимались и так далее. И наконец-то мы почувствовали, что действительно мы сделали что-то очень значимое. Огонь побед и стремлений чистых создавали первопроходцев везде. В космосе, в строительстве, в вооружении, в науке, в медицине. Тот, кто галстук носил, всегда верил во что-то светлое в себе. Пионерская закалка не забывается вовек. И эти красные законы знает каждый человек. Трехкратное учиться и быть готовым всегда. Фатима Даурова, Руслан Харченко. Вести Карачаева, Черкесия. Даусуль. Каждый год сотни тысяч людей обращаются в медицинские учреждения в связи с укусом клеща. Для кровососущих паразитов человек – лишь случайная добыча. Однако паразиты служат переносчиками целого ряда заболеваний человека и животных. Насколько опасны клещи в нашей республике? Когда активизируются насекомые? Насколько быстро они размножаются? Как защитить себя от этих насекомых? Об этом расскажет Альбина Ламкова. Наступила долгожданная весна и позеленела трава. Яркому солнышку радуются все, особенно дети. В это прекрасное время года всё цветёт и поют птицы. Вместе с теплом после зимней спячки пробуждается большое количество насекомых. Некоторые из них представляют угрозу для здоровья. Клещ просыпается каждую весну с первым таянием снега и обнажающейся травой. Особенность его зимовки помогает ему на любом этапе развития пережить холода. А весной отправится охотиться и размножаться. Время активности этого паразита, когда он уже проснулся и готов питаться, приходится на весну и лето. Часто сезон активности может начаться раньше, если погода позволяет. Но в этом году тепло наступило немножко позже. Родителям, конечно, нужно быть бдительными и внимательными к поведению детей на мягкой траве. По возможности знакомить их с правилами поведения на природе. И рассказывать о том, какую опасность представляют клещи. Во время такой прогулки родители особо должны быть на чеку. И не оставлять кроху без внимания. Хочется побольше времени находиться с детишками на улице, познавать мир. Ну и, конечно, переживаем за клещей. Дети, конечно, любят играть в траве. Объяснить им туда не ходить тяжело. Поэтому приходим домой, проверяем, чтобы на одежде не было клещей. Изучаем в интернете информацию за клещей. Переживаем, так как знаем последствия. Покупаем в аптеках средства против клещей. Конечно же, девчонкам и мальчишкам нравится лето. Дни стали длиннее, можно подольше поиграть на улице. В это время года излюбленное место для детей – полянка. Мне нравится бегать на траве. Здесь очень интересно. Бегаем, и нам весело. Вместе с девчонками на травке за компанию любят погреться на солнышке собаки и кошки. После того, как погладил животное, нельзя забывать про мытье рук. Ещё нужно сказать, что кровосос любит не только человеческую кровь. Клещ – кровососущий паразит. Он крайне опасен, но не тем, что кусает жертву и пьёт её кровь. Всё же не выпьет. Он опасен тем, что при прокалывании кожи и введении слюны для питания клещ заносит различные возбудители в кровь. Присосавшийся к ним клещ долгое время напивается кровью, заражает это животное. И самое главное, что этот клещ затем отпадает сам, попадает в почву. И цикл дальнейшего развития – он откладывает яйца до нескольких тысяч. И каждый выявившийся из этого яйца насекомое уже будет инфицирован. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы животные не подвергались укусам клещей. Для этого проводят аккорицидные обработки. Необходимо это обязательно делать в весенний период. И в дальнейшем эта обработка должна повторяться, она проводится двухкратно. Укус клеща может вызвать различные заболевания и у человека, как вирусные, так и бактериальные. Те насекомые, которые обитают на нашей территории, могут являться потенциальными переносчиками таких заболеваний, как крым-конгогеморрагическая лихорадка. Это заболевания относятся к группе особо опасных инфекций. Клещевой барелиоз или болезнь лайма, как её называют, а также толеремия. Плюс в том, что эти заболевания легко поддаются лечению обычными антибиотиками. Самое главное – удалить клеща быстро, не раздавив его, чтобы возбудитель заболевания не попал на место раны. И желательно это делать не самостоятельно. Ещё надо сказать, что переносчиком инфекции может служить не только укус клеща. Толяремия передаётся не только с укусом клещей. Источниками заражения этого заболевания могут и другие быть пути передачи. Это через пыль вдыхаемую, которая содержит возбудитель, экскременты животных, грызунов. Это через прикосновение через раненые поверхности, то есть также алиментарным и при вдыхании, я уже сказала. И в зависимости от пути попадания инфекции в организм, наблюдается, проявляется симптоматика. В этом году на территории нашей республики обратились за медицинской помощью от укуса клеща 43 человека, 12 из них – дети. Определить количество жертв насекомых по представленным официальным цифрам много или мало невозможно, так как в этом году была очень длинная, холодная и затяжная весна. Это и отразилось на общей статистике. Вот сейчас в средствах массовой информации очень много говорят о клещевом вирусном энцефалите. Клещи, переносчики этого заболевания, на территории нашей республики не обитают. В настоящее время проводится подготовка к обработке летних детских оздоровительных учреждений. Ещё один вариант – ликвидация паразитов представителями жилищно-коммунальных служб. Но их никто не обязывает. Поэтому устранять клещи во дворе многоэтажных домов жильцы должны самостоятельно. На общественных территориях города ситуация другая. Для сокращения популяции клещей организуют различные мероприятия. Один из способов – покос травы. Ежегодно проводятся ковицидные обработки парковых зон. Мэрия города Черкесска выделяют на это средства. И в этом году также выделены средства. Что же касается парка культуры и отдыха «Зелёный остров», обработка проводится не за счёт городского бюджета, так как это частная территория. Но тем не менее, расслабляться нельзя. Сто процентного результата не бывает, так как опыляют территорию до пешеходных дорожек, многолюдных площадок. Но если люди удаляются вглубь травы, нужно подумать, как и чем себя обезопасить. Помимо защитной одежды используют различные химические средства. Перед их применением нужно обязательно читать инструкцию. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкисия. При Северокавказской государственной академии на базе факультета дизайна и искусств открылась Академия изобразительного искусства. Кто будет получать здесь художественное образование? Как будет проходить учебный процесс? И по каким направлениям будут обучать юных академиков? На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии мои соведущие Белли Джозаевой ответит художник-дизайнер, заведующая кафедрой графического дизайна и искусств СКГА, доцент Зарима Хубиева. Доброе утро всем! Доброе утро, Зарима Исуфовна! Безмерно рада видеть вас у нас в гостях. Вы редкий гость, вы очень занятой человек. Помимо преподавательской деятельности у вас своя творческая деятельность. Но сегодня я хочу поговорить с вами по большей части о том, что на базе вашей академии, Северо-Кавказской Государственной Академии, открылась Академия, сейчас скажу правильно, Академия изобразительного искусства. Насколько я понимаю, сейчас идет набор. Кто может прийти туда заниматься? Каких деток вы принимаете? Это должны быть обязательно одаренные дети. Любой ли может прийти? По каким направлениям будет проходить обучение? Расскажите, пожалуйста. Добрый день! Спасибо за приглашение. Да, в этом году мы набираем, открыли школу. Школа называется Академия изобразительного искусства. При Академии, Северо-Кавказской Академии, при факультете дизайна и искусств у нас открыта школа. Помимо того, что открыли школу, этот набор идет на сентябрь. Но мы уже желающих детей сегодня учим. Набираем две категории возрастные. Это у нас идут с 6 лет до 10 и с 10 до 15 лет. Образовательная программа будет включать в себя творческий потенциал. В творческий потенциал входит именно рисунок, живопись, композиция. Дальше будет изучать историю искусства, где будут проходить беседы про искусство. Изучать будут историю изобразительного искусства. Дальше будет скульптура. Дальше мы собираемся с ними изучать средовую композицию. Что имеется в виду? Имеется в виду изучение именно объектов окружающей среды. Здесь мы основной акцент будем делать на дизайнерское содержание. То есть сегодня, если мы говорим идти со временем в ногу, конечно, мы уделяем на это внимание тоже. Школа изобразительного искусства идет как дополнительное образование для детей и взрослых. То есть здесь мы делаем акцент и на взрослых. Почему? Потому что здесь дальше можно будет рассматривать подготовительные именно курсы для детей поступающих. Это по направлению архитектуры, по направлению дизайна. То есть что касается искусства, мы здесь тоже будем готовить детей. Дальше у нас будут проходить мастер-классы для взрослых, для желающих. Тут могут принимать участие непосредственно и мамочки детей, которые учатся у нас. Вот это в плане у нас, конечно. А кто ведет преподавательскую деятельность в этой академии? Факультет дизайна и искусств состоит из преподавателей, которые практически все имеют статус союза художников, являются членами союза художников, являются членами союза архитекторов, являются членами международной ассоциации, союза дизайнеров. У нас есть два председателя союза. Это Атаев Халис Магомедович. Он является председателем союза художников Карачаево-Черкесской республики. Лариса Магомедовна Атаева является председателем Международной ассоциации союза дизайнеров по Карачаево-Черкесии. Я бы еще хотела отметить один момент, где студенты наши, даже маленькие дети, как только приступают учиться, мы их вводим в творческую деятельность. В чем она заключается? Она заключается в том, что мы сразу начинаем с ними участвовать во всех конкурсах, по возрастным категориям, в фестивалях, в международных конкурсах. Причем это не только участие, а еще мы привозим награды, первые, вторые места, становимся лауреатами конкурсов. Трудовая деятельность наша, конечно, идет в полную мощь. А они смогут выставлять свои работы где-то? Да, да, конечно. Вот в конце учебного года, я чуть выше сказала, что помимо того, что мы сейчас набираем набор, но мы еще с желающими детьми работаем. И результат, результат, мы обязательно пригласим вас, добро пожаловать. Спасибо. Мы обязательно сделаем выставку работ наших детей. И поверьте, вы будете удивлены итогом наших творческих работ. Работают дети очень хорошо. С детьми работать – это одно удовольствие, конечно. Мы, взрослые, понимаем, что есть с чем сравнивать, работая со студентами, работая сами. И, конечно, когда есть еще и маленькие дети, это уже три сравнения. И здесь есть с чем сравнить. И то, что я вот говорю вам, вы будете действительно удивлены, приятно результатами той деятельности творческой, которую выдадут нам наши маленькие дети. Спасибо. Обязательно посетим вашу выставку. Мы сегодня просто не успеваем поговорить о вашем творчестве, но я бы хотела, чтобы в самое ближайшее время ваши поклонники увидели вашу персональную выставку. Естественно, я желаю успехов в вашей школе, в вашей академии и творческих успехов. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо нашей гостиной. Завтра в это же время я жду вас у телеэкранов. Ну а в 14.30 смотрите информационный выпуск вестей с ведущим Ашемезом Пхешховым. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Субтитры подогнал «Симон»